В понедельник около двух часов дня у Лизы закончились уроки и по телефону девочка сообщила маме, что отправляется на ипподром. Конный спорт был для нее больше, чем просто хобби. Эту лошадь по кличке Фенечка она объезжала одной из первых и любила больше остальных. Ей тоже в этом году не повезло. У нее разодрала морду в январе месяце, зашивали, теряла очень много крови. Лиза за ней ходила, ухаживала, шагала, мазала. Девочка приходила к лошадям несколько раз в неделю, а на каникулах и каждый день. Не только на прогулке, но и на уборку конюшен. Коллеги по конному клубу о произошедшем молчат. Столько теплых воспоминаний связано у них с Лизой. Это человек, который поднимал всем настроение. И радовался жизни. Да. Не знаю, Лизу можно писать, это как солнце просто. Лучик. Да, лучик нашего конного клуба. В тот день воспитанница обещала тренеру быть на занятии, но не пришла ни на дневную, не на вечернюю тренировки. Конюшня находится здесь, конкурное поле с той стороны. И я не всегда вижу, кто пришел. У меня приходят, бывает, 10-15 человек. Все вот здесь, здесь. И в 6 часов я уже когда поняла, что Лизы нет. Уже приехал папа и позвонила уже мама. И вот тут уже все вместе. Мы поняли, что что-то не то. К поискам подключилась полиция и отряд Лиза-алерт. Сбор волонтеров был возле кинотеатра «Ассоль». Группы расклеивали ориентировки и прочесывали территорию. Одна ночь и один день. К вечеру вторника поиски закончились. В ходе проведения поисковых мероприятий следователями на участке территории, прилегающей к арене и беговым дорожкам и подрома, напротив тепличных комплексов, скажем так, немножко на удалении в безлюдном месте, под заваленными деревьями, заброшенное бытовым мусором, было обнаружено тело крупавшей девочки с признаками насильственной смерти. На месте, где нашли тело, обугленные страницы школьного дневника и тетрадок по алгебре и геометрии. Для следственного комитета важна любая информация от очевидцев. Если вы что-то знаете или слышали, обратитесь в правоохранительные органы. В настоящее время сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства Лизы Безъязыковой. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ближе к вечеру среды на сайте следственного управления России появилась и более подробная версия произошедшего. Подозреваемый, увидев в маршрутном такси 15-летнюю девочку, решил похитить у нее замеченный им мобильный телефон и золотые украшения. Выйдя с ней на остановке, он завязал разговор и девушка рассказала, что идет на ипподром кататься на лошадях и предложила пойти с ней. Проходя мимо территории, прилегающей к корене и беговым дорожкам ипподромам, в безлюдном месте напротив тепличных комплексов, злоумышленник с целью завладения материальными ценностями напал на потерпевшую. На страничке Лизы Безъязыковой в социальной сети много фотографий. Любимые лошади, гитара, спорт, встречи с друзьями и почему-то страшный статус. А что, если мы все не проснемся? Алина Фурсенко, Андрей Дегтярев. Присодействие пресс-службы ОМВД России по Курской области. Коллектив телеканала «Семь» приносит искренние соболезнования родным и близким Лизы.